Друзья, намаскар, приветствую вас на канале йога уроки с Наташей Олег. Сегодня у нас практика, комплекс. Давайте начинать. Усаживаемся в удобную позу. Если комфортно, полу-лодос или под масса, важно, чтобы вы действительно могли посидеть в таком положении некоторое время и вас не беспокоили ощущения в коленях, бедрах или голеностопных суставах. Важно также, чтобы вы могли сидеть прямо, быть на спозвоночнике и позволить себе настроиться на практику, прикрывая глаза. Все посторонние мысли отпускаем, выносим за пределы пространства, в котором находимся. И внимание, концентрируем на себе. Стремимся сосредоточиться, сфокусировать свой внутренний взор на собственном теле. Намеренно отворачивая свое сознание, ум от всевозможных раздражителей, внешних либо внутренних. Переходим на медленное, в меру глубокое, полное дыхание. Задаем направление вдох снизу вверх, от живота, кровной клетки. Выдох сверху вниз, от груди к животу. Каждый очередной дыхательный цикл стараемся замедлить, растянуть, углубить. И по готовности подключаем шипящий звук у джая, пропуская воздух при дыхании через голосовое ощущение. Медленный вдох, такой же медленный выдох, не форсируем дыхание напротив. Стараемся его еще больше успокоить, замедлить, растянуть. Завершаем очередной выдох, подтягиваем живот, подтягиваем мышцы тазового дна, мула у дьяна бандха, открываем глаза и переходим к разминке. Через сторону поднимаем на вдохе руки вверх, взгляд на потолок. На выдохе опускаем через сторону руки на пол, изгибаем шею. Медленный вдох, синхронизируемся со своим дыханием, отстраиваем движение под вдохе или под выдохе. Выдохим. Вдох. Выдох. И еще вдох. Выдох. Собираем пальцы рук в замок, ладошки на лоб, взгляд приносим на кончик носа, пытаемся сгибать шею, но не делаем этого движения, но создаем взаимное сопротивление, укрепляем мышцы в изометрическом режиме. Один, два, три, четыре, пять. Теперь замок приносим на затылок и давим головой затылком на ладони, взгляд между кровью. Один, два, три, четыре, пять. На вдохе прогибаемся, ослабляем давление рук. На выдохе сгибаемся, пытаемся наденуться локтями до пола. Вдох, открываемся. Выдох, закрываемся, сгибаемся. Продолжаем синхронизироваться с дыханием. Вдох, выдох. Четыре. На вдохе локти в стороны, на вдохе локти в пол. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Разгибаем локти и рисуем перед собой круг максимального диаметра, добавляя боковые наклоны. Половинка круга вдох, половинка круга выдох. Продолжаем. Три. Четыре. Пять. В обратную сторону. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Руки в сторону. Вдох, растянулись. Выдох, уходим руки за спину, собираем закрытый замок. С новым вдохом вытягиваемся за макушки. На выдохе глубокий наклон, комфортный. В то же время глубины замок как можно дальше. Стремимся поднять его к потолку, сделать разгибание в плечевых суставах. Один. Останемся. Два. Три. Четыре. Пять. За вдохом зайдемся прямо, освобождаем руки, ладошки на пол. Ногами пол не толкаем. Раскрываем грудную клетку, направляем ее вперед и вверх, если есть возможность. Поднимаем таз и направляем руку вперед. Шея вытянута, внимание, вверх на потолок. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Опускаем таз на пол, руки на колени, вращение по позвоночнику. Один. Два. Три. Четыре. Пять. В обратную сторону. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Следующее упражнение. Делаем диагональный наклон. Тянем левое плечо к правому колену и выворачиваем локоть вперед, вращая левое плечо внутрь. Если локоть не касается пола, не критично, главное сделать движение на внутреннее вращение. Вторая часть, вторая точка. В этом движении грудь к полу, локти вверх. Третья точка. Это наклон диагонально в другую сторону, правым плечом к левому колену. И четвертая точка. Это прямая спина и прямые руки в локтях. Теперь соединяем эти точки в одно движение. И у нас получается достаточно интересное упражнение, которое задействует хорошо весь позвоночник, плечи. Дозапедренные суставы на сгибание. Оно не очень легкое, но очень хорошее в плане суставной гимнастики, чтобы запустить энергию по телу. И в обратную сторону. Теперь с правого плеча к левому колену. Еще это упражнение называют суфийский круг и применяют в практиках кундалини-йоги. Отлично. Хорошо. Доделываем последний раз. Последний круг. И освобождаем ноги. Вытягиваем ногу перед собой. Вбрасываем напряжение с ног, с колен, с бедер. Шевелим пальцами. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Стопами. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Задаем прощение. Окончательно восстанавливая ощущения, раскрепощая ноги в обратную сторону. Руки на затылок. Спина прямая. С правой ноги динамическая джану шаршасана. Под шаг. Колено в сторону. Колено вверх. Нога вперед. Левая. Под шаг. Колено в сторону. Колено вверх. Вперед. Правая. Левая. Правая. Левая. Правая. Левая. И остаемся на правую ногу. Нам только за макушкой потянемся. На выдохе обозначаем наклон. Один. Стремимся прижаться в наклоне. Животом к лиму. Выдум. Два. Три. Четыре. Пять. Вдох. Садимся. Меняем ногу. Левая. Подшагнули. Выдохнули колено. Вдох. Потянулись в макушку вверх. Выдох. Наклон к правой ноге. Один. Стремимся не сгибать шею. Вытягивать позвоночник. Два. Три. Четыре. Пять. Хорошо. Отлично. И следующее упражнение. Колу-верасана в динамике. Не помогаем себе руками. Нога сгибается сама. Настолько, насколько мы готовы это делать. И разгибается тоже сама. Ноговая. И разгибается. Если нет необходимости придерживаться за пол руками, мы опять вводим руки на затылок. И продолжаем динамическую работу на правую ногу, на левую ногу. Со следующего движения добавляем боковой наклон в сторону ноги, которая сгибается. А внимание переносим на локоть, которая оказывается наверху. Таким образом у нас позвоночник работает с боковыми наклонами, а в шейном отделе добавляется еще и скрутка. Поворотка локоть. Вправо, 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 влево. И остаемся на правую ногу. Сгибаем правое колено. Боковой наклон. Если получается правым локтем, достаем до пола. 1, 2, 3, 4, 5. Поднимаемся. Освобождаем правую ногу. Левая нога. Боковой наклон. Если получается левым локтем, достаём до пола. 1, 2, 3, 4, 5. Поднимаемся. Отлично. Отлично. Скреск колени. Переходим на четвереньки. Первая белья, сапожка корова, прогибы и сгибания по всему позвоночнику. На вдохе прогиб. На выдохе сгибаемся. Один. Прогиб. Сгибаемся. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Переходим в грудную. С правой руки разворачиваемся. Правой рукой вверх. Вдох. Опускаем правую руку на пол. Выдох. Левая. Вдох. Выдох. Вдох. Вправо. Взгляд сопровождает ладонь, которая поднимается вверх. Лево. Право. Лево. Давай со следующим вдохом мы подключаем одноименную ногу. Поворачиваясь вправо, мы вытягиваем правую ногу параллельно полу. Поза, которая напоминает полумесяц, только стоя на колене. Это уже не скрутка, это уже баланс. Вдох. Выдох. Разворачиваем слева. Левая нога параллельно полу. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вправо. Лево. И еще немного постоим. Разворачиваемся вправо. Остаемся либо здесь, либо идем дальше. Сгибаем колено, делаем захват и добавляем прогиб, толкая грудь вперед. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Хорошо. Падаем правую. Возвращаем на пол. Колено к колбу. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Правое колено на пол. Поворачиваемся в левую сторону. Левую ногу вытягиваем параллельно полу. Левая рука к потолку. И либо остаемся здесь, либо делаем захваты, добавляем разгибания в позвоночнике. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Левая ладонь на пол. Левое колено на колбу. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Опускаем левое колено. Поднимаемся. Бедра параллельно друг к другу. Динамический верблюд. С руки выводим на поясницу. Вдох. Толкаем таз вперед. Сводим лопатки к подвоночнику и поворачиваем крутую клетку к потолку. Выдох. Выдох. Сгибаем колено. Делаем наклон. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. С восьмым разом остаемся у Штрассени. Можно оставить руки на пояснице. Можно поставить в топон носочки и принести руки на пятки. Можно, если есть готовность, пойти в полный вариант, когда стоп на съемах, руки на подошвах. Стоп. Шея вытянута и расслаблена. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Хорошо. Отлично. Возвращаемся в кошку. Собираем коленки вместе. Таз справа. Вперед. Влево. Назад. Один. Два. Тазом рисуем круг над полом. Распределяем нагрузку то на руки, то на колени. Два. Три. Четыре. Пять. Другую сторону. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Стопы на носочки. Колени от пола. От хунуха шванасана. Собака мордой вниз. Вытягивая позвоночник. Остаемся в этом положении. Шея расслаблена. Спина вытянута. Колени можно немного подсогнуть, если задняя поверхность стоп мешает вытягивать позвоночник, если вам приходится сгибаться. Пятки тоже имеют право не стоять на полу, но если вы можете их поставить. Это прекрасно. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Делаем охват за правую щеколотку. Скручиваемся. Смотрим из-под правого плеча на потолок. Один. Два. Два. Три. Четыре. Пять. Возвращаем левую ладонь на место. Выравниваемся. И правая охват за левую щеколку. Смотрим в подлево плеча на потолок. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Выравниваемся. Опускаем колени на пол. Колени ближе друг к другу. Можно их даже вместе прижать. Бедра друг к другу. И разворачиваем правую колень вправо за пределы коврика. У нас происходит внутреннее вращение в правом бедре. Бедро закручивается внутри. Затем мы правую ногу на носочке разворачиваем на стопу. И происходит обратное движение. Наружное вращение в правом бедре. В это время мы толкаем руками пол. Сгибаем левое колено. Прижимаясь корпусом к левому бедру. И продолжаем разворачивать правое бедро наружу. Немного внутреннего падения. Следим, чтобы колено и стопа были сонаправлены. И в данном случае стопа задает направление колену. И возвращаемся в исходную позицию. Разгибаем до 90 градусов левое колено, на котором стоит. Поворачиваем правое колено к полу. И вытягиваем голень. Повторяем на левую ногу. Голень в сторону. На стопу левая нога. Разгибаем правое колено, отводя левое бедро наружу. Поднимаемся. Возвращаемся. Повторяем динамики. Правое. Вернулись. Левое. Вернулись. Правое, внутреннее вращение, наружное вращение. Внутреннее вращение, наружное вращение. Основное движение происходит в тазобедренном сультаре. Той ноги, которую мы выносим за пределы полы. Доделываем на левую ногу и переходим в статику. Разворачиваем правую ногу на стопу. Колено слонаправлено со стопой. Левое колено сгибаем. И левой рукой давим на правое бедро изнутри. Толкая рукой, бедро еще больше наружу. При этом левое плечо прижато к левому бедру. Правую руку поднимаем вверх. И тянемся вперед. У нас создается сопротивление. Левая рука давит на правое бедро. Правая рука тянется. Такая скрутка с вытяжением позвоночника. Раз, два, три, четыре, пять. Возвращаем правую ладонь на пол. Встаем на левое колено. Левая рука вперед, правая нога назад. Растягиваемся по диагонали. Теперь тянемся левой рукой вперед, правой ногой назад. Находим здесь баланс. И в балансе соединяем захватом за спиной. Поднимаем бедро выше, разгибая правой дизобедренной. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Отпускаем правую ногу, ставим ее на носочек. И левой рукой ныряем под правую. Переходим в полибритоши шангас. Сначала к полу прижимается плечо, потом опускаем голову. И накрываем себя правой рукой, так, чтобы весь правый бок от кончиков пальцев правой руки до пальцев правой ноги у нас подставлял дубу. Отлично. Сейчас поднимаем правую ногу до параллели с полом. Ведем ее в сторону, вправо, 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 вправо по воздуху. И опускаем на пол рядом с левой ладошкой. Самое главное в этом переходе не потерять равновесие. Правая ладонь под плечо, отжимаемся. Разворачиваемся влево, поднимаем левую руку вверх. Скрутка. Правая стопа вся прижата, коленка затянута. Стараемся повернуть грудь так, чтобы левое плечо было над правым. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Левую ладонь опускаем, правая нога до параллели с полом. Стопа на себя. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Правая стопа снова на пол. Прижали внешний край, подтянули колено. Поднимаемся. И выполняем гибкостную парикасу, убирая справа под плечо, правое бедро. Левая рука в диагональ. Если позволяет гибкость, правая рука на пол под плечо. Один. Стараемся остаться в одной фронтальной плоскости. Два. Три. Четыре. Пять. С обдохом поднимаемся. Поднимаем руки параллельно голове. И делаем диагональный уже силовой наклон влево. Стараясь не сжимать левый бок, а также его вытягивать. Силовая парикасана. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Вдох. И делаем шаг правой рукой вперед. Руки по обе стороны. Левую ногу ставим на носок. Поднимаем левое колено. Смотрим вперед. Вытягиваем позвоночник. Сачаласану. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Ноги оставляем в том же положении, в этой же позиции. Поднимаем корпус на середину. Бес распределяем одновременно. Руки над головой. Вверх. Ходрассан на один. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Поворачиваемся влево. Вращая левую ногу на стопу. Вверх. Разом на вторая поперечная плоскость. Наружное вращение. Назобедренных. Внимание поверх правой ладони. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Разгибаем правое колено. Левую ногу на носочки. Поворачиваем бясты к середине коврика. И сон направляя левое колено с левой стопой. Делаем отведение в левом тазобедр. Сгибаем левую локоть. Правая стопа на себя. Карнасанула. Суновочник. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Обе коленки сгибаем, вращая наружу. Руки поднимаем вверх. Параллельно к шагу. Драсом. Один. Два. Помним, что и в этом положении стопы и колени сон направлены. Максимально вращая бедра наружу. Три. Таз ниже нужно опускать. Четыре. Пять. И снова левую ногу разворачиваем с тобой параллельно. Заднем у края коврика. Правое колено оставляем согнутым 90 градусов. И делаем диагональный силовой наклон. Утхитабаршу ганасана. Силовая вариация. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Левую ногу ставим на носочек. Поворачиваемся грудью в полу. Силовая виробхадрасана. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Продолжаем движение грудью вправо. Силовая вирита парши ваканасана. Взгляд из-под правого плеча на потолок руки. Параллельно по-прежнему друг к другу. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Левая ладонь на пол. Правый ногой шаг к левой ваканасана. В этом положении стараемся поднять правый бок повыше. Сделать из него такую вытянутую дугу. И если есть возможность, правая стопа на левое бедро. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Помогая себе правой рукой, аккуратно ложимся на левый бок. Вытягиваем левую руку, смотрим на все свое тело, вытягиваемся в одну линию. Правую ногу, если в боковой планке вы не ставили стопой на бедро, сейчас все-таки поставьте. И ваша правая рука может быть на кончике пальцев. Левая рука на пальцах, подмышка. Высоко. Бок высоко. Мы балансируем буквально на вертеле бедра. Если можем держать баланс, тогда правую руку кладем на правое колено. Если нет, правая рука у груди на пальчиках. Баланс буквально на двух точках. Один. Два. Три. И сейчас мы вытягиваем нижний бок. То есть противоположная работа по сравнению с предыдущим положением. Четыре. Пять. Отлично. Ладони на пол. Разворачиваемся грудью к полу левой ноге на носочки. Планка. И речи дуранка. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Отлично. Дуранки отжимаемся. Правая колена вперед. Переходим в позу голубя. Вытягиваем позвоночник по дуге. Если можем себе позволить, поднимаем руки. Даже если руки не поднимаем, то мы сохраняем в ногах, не заваливаясь на правое петро. Симметрию плечевых и тазовых суставов. Сохраняем. Сейчас закрыт в этом положении. Если можем, то руки вверх, через стороны. Либо захват за левую ногу. Один. Захватили тракция лопаток. Разгибаем я больше. Два. Три. Четыре. Пять. Хорошо. Отпускаем левую ногу. Отжимаемся от пола вместе с правым бедром. То есть мы выжимаем себя в планку и сразу же вместе с корпусом поднимаем правую ногу. И переходим в собаку мордой вниз, правой ногой вверх. Таз оставляем закрытым. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Опускаем на пол предплечье. Если есть возможность, одновременным движением, переходим в позу дельфина или адха. Пинча майурасана. Ну, а кто может пойти дальше? Полный выход в пинча майурасана. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Возвращаем ноги на пол. Сгибаем колени. Два. Три. Дыхание в позе ребенка. И повторяем зеркально. Возвращаемся на колени. На этот раз я вернусь к вам вперед, но вы оставайтесь в пределах коврика, работайте в короткий край. Так будет легче держаться, да? И отстраиваться в разных асанах. Здесь именно для наглядности. И левая нога в сторону. На стопу. Вращение наружу. Сгибаем правое колено. Правой рукой на левое бедро. Толкаем бедро наружу. Левая рука вперед. До параллель. С полом. Тянется. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Левая ладонь на пол. Разгибаем правое колено до 90 градусов. Правая рука вперед. Левая назад. Мы растянулись по диагонали. Теперь правая рука тянется вперед. Нашли баланс. Делаем захват. Добавляем раздевание в левом тазобедренном. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Левую ногу отпускаем. Ставим ее на носочек. Правой рукой ныряем под левую. Плечо. Голова на пол. Накрываем голову левой рукой. Баланс. Определенного рода. Вся левая сторона вытянута к дугу. Теперь поднимаем левую ногу до параллели. Аккуратно. Держим равновесие. Ведем ее влево. 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 По воздуху. И опускаем на пол рядом с правой ладоней. Левая ладонь под плечо. Отжимаем. Столкаем пол. Разворачиваемся вправо. Скрутка. Следим за тем, чтобы вся левая стопа была прижата. И левое колено затянуто. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Правая ладонь на пол. Левая. До параллели с полом нога. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Левая стопа снова на пол. Прижали в нижний спот. Затянули колено. Поднимаемся. Костная парикхаса. Натянем правый бок, если можем. Левая рука не на предплечье, а на полу. Вот плечо. Один. Два. Два. Три. Четыре. Пять. Вдох. Поднимаемся на середину. Центр. Руки параллельно друг к другу. Боковой наклон вправо. Тянем правый бок. Взгляд из-под левого плеча. Один. Два. Два. Три. Четыре. Пять. Вдох. Центр. И левой ногой делаем шаг вперед, откуда переходим санчаласан. Я возвращаюсь на коблик. Мы вышли вот в эту позицию. Правая нога на носке. Колено затянуто. Позвоночник выдянут. Взгляд вперед. Тянемся за своим вниманием. За взглядом. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Мы остались в этом же положении. Корпус на середину. Руки вверх над головой. Верх фадраса на один. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Вера бхадрасана. Два. Разворачиваемся вправо. Поперечная плоскость. Добавляя наружное вращение в тазобедренных. Особенно в левой ноге. Один. Поворот головы влево. Два. Три. Четыре. Четыре. Пять. Переходим в лучник. Разгибаем левое колено. Разворачиваем правую ногу на носочки. Пятка к середине коврика. Сон направляя колено со стопой. Отводим правое бедро наружу. И левая стопа на себя. Так, один. Два. Три. Четыре. Пять. Рудрасана. Один. Два. Ниже. Так, больше наружной ротации в тазобедренных. Три. Четыре. Пять. Теловая парша ваканасана. Снова правую ногу параллельно заднему краю коврика выпрямили колено. Диагональный наклон. Внимание из-под правого плеча. Один. Два. Нижний бок стремимся вытягивать. Три. Четыре. Пять. Правую ногу на носочек разворачиваемся корпусом к бедру. Диагональ. Один. Силовой. Два. Три. Четыре. Пять. Поворачиваемся грудью в лево. Внимание из-под левого плеча на потолок. Один. Ноги остались как в предыдущем положении. Два. Три. Четыре. Пять. 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 Правая нога под плечом. Шаг в левую ногу. Баси Штхасана. Вытягиваем левый бок. Делаем его зубой. И по готовности левая стопа на правое бедро. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Переходим в положение лежа на правом боку, помогая себе левой рукой. Правая рука сопровождает движение всего тела на пальцы. Баланс на верх или правого бедра. Левая рука может быть в груди, на пальцах, либо переносим ее на колено. Все тело натянуто в струнку. Баланс буквально на двух точках. Один. Два. Три. Четыре. Пять. И отсюда переходим либо в планку, либо в четверанку. Левая стопа на правом бедре остается планка. Четверанка. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Отжались. Левое колено вперед. Отстраиваем капотасану, колоб. Контроль в ногах, симметрия тазовых и плечевых суставов. Если можем, руки вверх, через стороны, либо захват за правую ногу. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Отпускаем правую ногу. Прижимаемся к грудью, животом к левому бедру. И отжимаемся в планку вместе с левой ногой. Поднимаем ее одновременно с корпусом. Это пада от хаму бхашванаса на собаку мордой вниз. Левой ногой вверх. Таз закрыт. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Опускаем на пол локти. Предплечье. Остаем тебя либо в козе дельфина на трех опорах, либо переходим в пинчу с левой ноги. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Возвращаем ноги на пол. Отдыхаем некоторое время в козе ребенка. Восстанавливаем свое дыхание. И едем дальше. Второй сет. Не менее интереснее, чем первый. И тоже мы его начнем с положения марджиасаны. Итак, у нас есть в нашем юридическом арсенале такая асана, которая называется танцующая собака Каматкарасана. Мы делаем ее, естественно, из названия, понятно, из положения Адхамукхашванасы на собаке мордой вниз. Сейчас мы ее попробуем выполнить. Но не ее, а аналогичную ей из положения кошки. Сторонной четырень. Итак, правая нога в отведение. Бедро до параллели с полом. Продолжаем это движение на отведение, открывая таз и перешагиваем правой ногой через левую. Поднимаем правую руку. Через диагональное вытяжение уходим ее за голову в раздевание. А дальше поднимаем левое колено и разворачиваем левую ногу на стопу. И вот мы уже оказались в мосту на трех точках. Если можем себе позволить, прогибаемся сильнее и переходим в полный мост, разворачивая левую руку на ладони. Остаемся. Если нет такой возможности, остаемся в предыдущем положении. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Возвращаемся по обратной траектории. Сначала левое колено на пол, потом правую ногу подняли, делаем шаг вперед и переходим в санчаласану, уже с левым коленом на пол. Аша санчаласана. Таз направляем вперед и вниз, довольно глубокий, мощный, но комфортный выпад с продольной плоскости. Ретракция лопаток, рюмон и плитку раскрываем. Простой вариант, мы просто поднимаем руки вверх и сгибаем плечо, водя руки за голову. Полный вариант. Мы еще делаем сгибание левого колена и захват за стопу. Если мы можем сделать захват кольцевой, например, используя оборудование, ремень, резинку, можно взять и кольцевой захват. Я попробую делать захват через технику захвата за предплечье. Дотянутся рукой до стопы. Соединить. Получилось? Отлично. Останемся. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Пять. Хорошо. Если был захват, отпускаем ногу. Теперь правой рукой вверяем под правое бедро. Вращаем правое плечо внутри. У нас в разминке был суфийский круг. Мы делали вот это движение. Здесь точно такое же. Плечо внутри. Таким образом мы можем ввести предплечье за спину. Левую руку за спину. Соединить руки за спиной. И поставим левую ногу на носочек. Согнув таким образом спину. Своего рода компенсация силовая от предыдущего проника. И останемся. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Если захват уверенный, комфортный, мы разворачиваем левую ногу на стопу. Пытаемся разгибать правое колено и поворачивать взгляд на потолок. То есть такой вариант треугольника триконасана. Если же здесь больно тянет или вообще не получилось взят, делаем классический треугольник. Такой, который мы имеем взят. Правая рука на боли, не левая рука вверх. Удхида триконасана. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Хорошо. Если был захват, мы его освобождаем. Левую ногу делаем небольшой шаг вперед, разворачивая левую ногу на стопу. Закрываем таз и переходим в боеврита триконасана. Глубокий вариант. Левая рука за внешней стороной от правой стопы. Правая рука вверх. И во всех скрутках, также и здесь, вытягиваем позвоночник. Один. Два. Два. Три. Четыре. Пять. Артха чандрасана. Идем в позу полумесяца. У нас была образ митри поза, на колене очень похожая. Правая рука под плечом на пальцах. Левую ногу поднимаем. Левую руку к потолку. Разворачиваемся влево. Остаемся в одной плоскости. Один. Два. Три. Четыре. Пять. И стоя на колене, мы делаем захват, который повторим сейчас. Сдеваем левое колено. Захват. Левая жиркой за стопу. Теперь взгляд, приносим на пол. И аккуратно, без толчка и рука, встаем. Хорошо. И в этом положении мы переходим к натараджасану. Простой вариант. Это правая рука вверх. Левое бедро выше. Опорную ногу можно немного согнуть в колене для устойчивости. Но если вы можете сделать кольцевой захват в позе встальника, тогда пробуем сделать кольцевой захват и в позе танцора. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Хорошо. Отлично. Возвращаемся из прогиба. Подтягиваем левое бедро к животу. Захват двумя руками за левую стопу. Разгибаем колено. Наклон к левой ноге. Компенсация. Один. Два. Три. Стремимся к подбородкам. Достать до левой корени. Четыре. Пять. Отпускаем ногу, она не падает. Руки на пояс, спина прямая. Один. Два. Три. Четыре. Пять. 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 И отсюда переходим по симметричный пистолетик. Косой пистолетик. Левое бедро под правое. Левая рука в дополнительную опору. Присаживаемся. Сгибая правое колено, захват правой рукой за левую стопу. Если можем, захват двумя руками за левую стопу. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Очень хочется отсюда перейти в положение сидя. Не будем себя в этом ограничивать. Переходим в положение сидя. И сгибаем левую ногу. И вот у нас такое вот положение. Поза получилась нога на ногу. Очень комфортная, очень приятная. И хорошо ее использовать для скрутки. Артха. Мациндраса на позу царя рыб. Скручиваемся вправо. Упираясь левым плечом за правое колено. В данном случае эта скрутка будет нам необходима для отстройки следующих положений. Баланс. Причем сделаем не просто баланс, а переход из одного баланса в другой балансовую связку. Предлагаю попробовать сделать целых четыре баланса подряд. И это довольно жесткий вызов. Я уверена, что многие из вас с ним справятся. Но если пока что ваш уровень практики не позволяет вам это сделать, попробуйте дойти хотя бы до того шага, который сегодня вам получится сделать. То есть, может быть, это будет просто подготовка к первому балансу. Давайте немного подробнее об этом. Сейчас у нас на полу левая стопа, таз и правая ладонь. Нам необходимо заменить центральную точку опоры таз на вторую руку, сохраняя складку. То есть, сейчас у нас левое плечо убирается от бедра, оно там должно и остаться. Каким образом мы будем это делать? Мы толкаем крайними точками левой стопой правой ладонь у пол. Приподнимаем таз не сильно высоко. Не надо вставать. Не надо отрывать руку от бедра. Иначе ничего не получится. Скрутка должна оставаться. Чуть приподняли таз на сантиметр. И поворачиваемся грудью к полу. И в этот момент, чтобы не упасть, у нас автоматически левая рука будет приземляться на пол. Мы себя как бы тормозим. В общем, нам это и надо. Проверьте, что руки параллельно друг к другу. Тянемся плечами вперед и разгибаем колени. Париврита. Экопадок, он день ясно. Едем дальше. Левая нога направо. Две падок, он день ясно. Едем еще дальше. Левую ногу перекладываем на плечо. Экопадок, он день ясно. И последний баланс. Вытаскиваем правую ногу и переходим к вашему окрасу. Вот такие четыре баланса. Я намеренно не давала статику на удержание в каждой этой позе. Вы, конечно, можете подышать в каждой позе по 5-8-10 дыхательных циклов. Помедитировать в них. Но это действительно требует довольно много сил, энергии. И даже если вы просто без какой-либо длительной фиксации, но не прекращая дышать, сделаете этот переход на четыре силы к балансу, вы огромный молодец. Давайте немножко дадим себе отдохнуть. Кто-нибудь не доделал, доделываем упражнение. И повторим зеркально на левую сторону. В Паштиматонасе восстанавливаем свое дыхание. Растягиваем, удлиняем, замедляем. В Паштиматонасе восстанавливаем. ведро, поднимаем колено выше, перешагиваем через правую ногу, толкаем правой ладони в пол, поднимаем правое колено, ставим ногу на стопу и переходим в нос на трех точках или в полный вариант выходца нурасана. 1, 2, 3, 4, 5, по обратной траектории сначала поднимаем левую руку, затем опускаем на пол правое колено, затем делаем шаг левая ногой вперед и вот мы вышли уже в позу всадника санчаласана, хороший продольный выпад, если можно увеличиваем расстояние между ног, прогиб, в прогибе руки за голову, ашка санчаласана, и кто готов идти дальше, захват за правую стопу через разгибание в плечах или кольцевой захват. 1, 2, 3, 4, 5, отпускаем правую ногу, если был захват, аккуратно, без резких движений, наклон, заныриваем левой рукой под левое бедро, вращая левое плечо внутрь, уводим предплеча за спину, правую руку за спину собираем, правильно замучку, правую ногу ставим на носок, поднимаем колено, остаемся в наклоне, силовое положение для ног, 1, 2, 3, 4, 5, переходим в триканасану, кто может, сохраняем замок за спиной, правую ногу разворачиваем на стопу, левое колено, стремимся выпрямить и направить внимание на потолок, вытягивая левый бок вдоль левого бедра, 1, 2, грудную клетку стремимся разворачивать в сторону, 3, 4, 5, по революции до триканасана, освобождаем руки от захвата, если они были, немного сокращаем расстояние между ног, подшагивая правой ногой вперед и докручивая стопу в диагональ, правая рука на пол, по возможности за внешней стороной от левой стопы, левая рука вверх, внимание на потолок, 1, 2, 3, 4, 5, возвращаем левую руку на пол, на пальцы чуть в диагональ от стопы, правая нога вверх, правая рука вверх, разворачиваемся грудью в сторону, 1, 2, 3, 4, 5, 5, сгибая правое колено, захват, встаем, переходим в натораджасан, если можем, то с кольцевым захватом или хотя бы с захватом за правую стопу двумя руками, 1, 2, 3, 4, 5, хорошо, отпускаем на правую ногу, но не роняем ее, правая петра к животу, вот уже идет сгибая и компенсация, захватываем правую стопу или ближе к стопе, расгибаем правое колено наклон, корпусом, правая нога и подбородок волен, 1, 2, 3, 4, 5, поднимаемся, отпускаем ногу, она не падает, силовой вариант, 1, 2, 3, 4, 5, и проносим правую ногу над полом, наклон до параллели, правая рука под плечо, левая к потолку, скрутка полибрита артха чандрасана, 1, 2, 3, 4, 5, присаживаемся в косой пистолетик, опора на левой стопе и на правой ладони, если можем себе позволить, захватываем руками за правую ногу, 1, 2, 3, 4, 5, усаживаемся, сгибаем правое колено, нога на ногу, левое бедро сверху, скрутка в ряду используем для закрытой скрутки правое плечо, это базовая стройка для перехода в баланс парибрита, эко-падо-кавандиньясана, напоминаю, что у нас связка из 4 асан, парибрита-кавандиньясана, эко-падо-кавандиньясана, две ноги вместе, эко-падо-кавандиньясана, одна нога здесь, другая там, и аштава-красана. И мы попробуем сейчас сделать, толкаем крайними точками пол, поднимаем таз, разворачиваемся грудью к полу, ладонь, вторая нога, разгибаем колени, скрутка, теперь правую ногу приносим налево вместе ноги, теперь правую ногу перекидываем через левую на правое плечо, и подтягивая левое бедро к животу, накидываем левую стопу на правое бедро. Вот наша связочка. Выполняем и позволяем себе немножко отдохнуть. Хорошо. Садимся ровно, бедра к животу, хватит большие пальцы, стоп, разгибаем колени. По сути, мы сейчас развернули с вами нашу пашчиматанасану, перенесли ее в балансовое положение. Отпускаем правую ногу, она не падает, разворачиваемся вправо, взгляд на правую ладонь. Один, два, три, четыре, пять. Возвращаем правую руку, вытягиваемся, выравниваемся и отпускаем левую ногу, скручиваемся влево. Один, два, три, четыре, пять. Выравниваемся. Отпускаем ноги. Один, два, три, четыре, пять. И ложимся на поясницу, полулодка. Отхорноваться нам. Один, два, три, четыре, пять. Укладываемся. Бедра к животу. Немного ноги раздвигаем в стороны и делаем захват за внешний край стоп или за ладошки. Ананда баланса на полу счастливого ребенка. Тянем ноги на себя. Один, два, три, четыре, пять. Теперь добавляем поочередное дотягивание. Чуть сильнее тянем правую ногу. Правое колено достало до пола и тянется к нему. Левая нога, левое колено достало. Именно не перекатывая сбоку на бок, а через чередование усилий с правой, а потом с левой стороны. Чуть больше попеременного воздействия на воздействия на забедренные суставы. Теперь соединяем стопы вместе. Приподнимаем голову и пробуем доставить лбу на сверсток. И для тех, кому это удалось легко, комфортно и даже скучно, можно попробовать выполнить йога-мидрасаму. Позу лежа на спине с ногами за головой. Так что, если здесь вам легко, то давайте пойдем дальше. Заводим одну ногу за голову. Естественно, при условии, что вы можете себе это позволить. Заводим вторую ногу за голову. Стремимся освободить лопатки. И соединить руки за спиной. Поза спящего йога. Поза сна для йога. И можно, да, немножко прикрыть глаза и поспать. Это шутка. Дышим. Дышать здесь достаточно тяжело, поэтому следим за удержанием пан, за ощущениями и за тем, что дыхание все-таки не прерывается. И плавненько развязываемся. Возвращаем ноги на пол. Можно немножечко покататься на пояснице, если хочется сбросить с нее напряжение. Вперед-назад. На этом, собственно, можно заканчивать нашу практику. Сделаем сейчас напоследок пассивные скрутки. Суптаматсиндрасана. Повернемся вправо. Потянемся. Тоже очень-очень в тему после таких глубоких положений, сильных сгибаний. Влево. Обязательно не прекращаем дышать. Дышим, что дыхание сохраняется. Поза плуга халасана. Либо можно ее заменить на субтапашчиннатанасану. Наклон перевернутый. Перевернутые позиции очень полезны, но имеют ряд ограничений. Если вам их нельзя сегодня делать или в целом, тогда мы находим альтернативные доступные варианты. Плуг можно заменить на субтапашчиннатанасану. Адсарвангасану. Либо на виборита коральню мудра, либо на бутхва дандас. Вот такой вот вариант. Сделайте в своем литме дыхание необходимые перевернутые позиции. Уделите на каждую позу по 8. А то может быть и 10-15 дыхательных циклов. И обязательно после этого дайте себе некоторое время полежать, расслабиться, выполнить качественную, проникновенную, восстанавливающую шавасану. Такую, в которой вы сможете расслабиться в мышце, освободиться от напряжения, но не уснуть. Помним, что шавасана – это практика медитации, это часть нашей последовательности юргической, часть нашего комплекса. Поэтому обязательно оставьте на нее время. Это уже на вашу осознанную работу самостоятельную. У меня на сегодня все. Благодарю вас за практику, за то, что вы подписаны на мой канал, смотрите его, занимаетесь по моим урокам, оставляйте свои комментарии. Кто-то из вас даже поддерживает развитие этого канала. Мне все это очень приятно, очень ценно и важно. Благодарю вас и до новых встреч. Намасте.